Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу немного с вами поговорить на тему целевой аудитории. Потому что это очень важно, когда вы начнете подбирать кандидатов в свой бизнес, важно их как-то сегментировать. И когда вы будете создавать свои странички, вы будете наполнять их определенным контентом. Об этом смотрите предыдущие видео, где искать контент. А сейчас я как раз хочу поговорить о том, какого он качества должен быть, что там в нем должно находиться. В первую очередь я рекомендую вам обратить внимание, определиться, с какой категорией людей вы хотите работать, с кем вам более комфортно. И здесь рекомендуется, чем больше вы сузите эту категорию, тем лучше. И сначала, например, вы проработаете одну категорию, потом другую, потом третью. И таким образом вы сможете более точно отсеивать и находить именно тех людей, которые вам будут подходить. Потому что, скажем так, если вы попадаете на улицу, и на этой улице миллион магазинов, и вы не знаете, там вывеска не висит на этом магазине, что там, то получается бардак, и достаточно сложно найти, что вам нужно. А если же на магазине висят вывески, что вот этот магазин одежда, здесь обувь и так далее, то вы идете конкретно туда, где вам нужно. Вот если вы хотите, чтобы у вас быстрее, эффективнее к вам приходили именно нужные вам люди, то вам важно как-то вот определять, да, что вы позиционируете, как-то позиционировать себя и определиться с тем, каких людей вы к себе хотите. Значит, определите, как вообще, достаточно много на самом деле вот этих вот критериев, да, как определять зацелевую аудиторию, но вот, наверное, основные. Определите, с каким возрастом вам комфортно работать. То есть рекомендуется брать разброс 5 лет. Например, возраст там 20-25, возраст 40-45 или 45-50. Для чего это делается? Потому что у 20-летних, например, и у 40-летних будут разные потребности, запросы, у них разный опыт жизненный, да, и они в целом даже живут по-разному, у них разные интересы, и предлагая, когда вы будете придумывать предложение для одних, это может быть, это будет неактуально для других. Они совершенно по-разному ведут себя в социуме, да, и, ну, в общем, есть у них свои особенности, да. Поэтому вы, может быть, сначала создаете целевую аудиторию, ну, например, 30-35 лет, полностью прорабатываете вот эту категорию людей, прописываете все под нее, и потом у вас одна страничка будет под эту категорию. Следующую страничку, например, вы создаете под возраст 20-25 и так далее, да. То есть, вот как-то разделяете. Значит, первое – это возраст, второе – это пол. Мужчины и женщины тоже по-разному мыслят, да, по-разному нужно давать информацию, потребности у них разные, да, и здесь будет лучше, если вы тоже определитесь, да, кого вы хотите приглашать именно этой страничкой. Значит, следующий пункт – по сфере деятельности. Кто эти люди, чем они занимаются? Это домохозяйки, или это мамочки с детьми в декрете, или это промоутеры, или это продавцы. Вот я в последнее время вижу, что у нас по структуре очень классно, хороший рост получается за счет продаж. Конечно же, этот вариант подойдет не всем, но, например, если человек умеет продавать, ему это, в общем-то, привычно, не составит труда, то такому человеку будут быстрее построить структуру, из таких продавцов, наверное, привлечь к себе тоже продавцов, и, в общем-то, 8 человек по 1000 баллов, и вот тебе уровень директора. В Питере есть структуры, которые так именно и работают, ну, не только в Питере, да, вот. Поэтому, например, у меня одна из категорий – это менеджеры по продажам, и люблю с этой категорией работать. А у кого-то категория мамочки в декрете. Очень много, на самом деле, девочек, девушек, женщин, молодых, ищут для себя возможность подработать, реализоваться как-то и так далее, да. Есть категория пенсионеры, есть категория, кто ищет подработку, ну и так далее. То есть опишите, чем занимается человек, и следующий пункт – это интересы и проблемы. Исходя из этого, какие вообще проблемы у этого человека. То есть мамочке в декрете, ну, например, не хватает денег на подгузники, или не хватает общения, а хочется реализоваться. Какие цели у этих людей и какие вопросы? Вот относительно вопросов хочу сразу вам формулировку дать. Ищите тех людей, которые ищут возможности. Есть люди, которые ноют, денег нет, денег нет, все плохо. А есть люди, которые ищут, а как мне заработать на вот это, или как я могу привлечь к себе больше трафика, как я могу заинтересовать людей, как мне найти бизнес без вложений и так далее. Слово «как». И, в принципе, даже для себя возьмите это слово на вооружение, потому что когда вы приходите и говорите, что у меня не получилось вот это, или я не могу сделать вот это, это констатация факта, который они к чему не ведут. Когда вы задаете вопрос, как я могу это сделать, сразу находьте решение. Поэтому и сами используйте этот метод, приемчик. И ищите таких же людей, под них адаптируйтесь к своим вопросам, которые чего-то ищут. И вот исходя из того, на какую проблему вы будете ориентироваться, вы тот контент и будете делать. Например, есть категория людей, которая хочет снизить вес. Вот у меня есть группа ВКонтакте, которая по снижению веса. Я даже вам сейчас ее покажу. Захожу в группу ВКонтакте. Это моя страничка основная. А вот моя страничка Wellness Live Matisse. Сюда я выкладываю всякие разные полезные советы по питанию. И, как видите, здесь практически нет рекламы, а именно Wellness и какого-то продукта. То есть, если вы начинаете наполнять группу уже контентом, то здесь правило такое, что у вас 8 где-то публикаций просто вот умных, полезных. И потом одна где-то допускается рекламная. Главное, учитывая эти моменты. То есть, видите, у меня вот здесь просто полезные советы. Отдельно есть фотоальбом, где какие-то упражнения у меня, где какие-то вкусняшки, где Wellness, информация про Wellness. И постепенно, потихоньку я эту группу наполняю. Сейчас, к сожалению, не так активно. Но все равно у нее сами уже люди добавляются потихоньку. То есть, здесь все живые люди, которые пришли сюда по моему приглашению или добавили сами. Для того, чтобы активно продвигать себя или группу, рекомендуется 5-8 постов в день в разный период времени. Я вам в прошлом видео уже показывала, что когда вы размещаете видео, можно нажать вот здесь вот кнопочку «Прикрепить таймер». И вы выставляете тот таймер, чтобы у вас, например, одна новость выскочила сегодня, другая завтра, одна сегодня утром, другая завтра вечером. То есть, чтобы это было более-менее систематично. И тогда вы будете привлекать к себе больше людей. Так вот, вернемся к теме снижения веса. Есть люди, которым нужно снижать вес. Для них это актуально. Они ищут эту информацию. Они добавляются в такие группы. И вот эта вот у меня группа как раз нацелена на таких людей, которые не только снижают вес, а вообще о здоровье своем думают. И как я эту группу наполняла? Собственно, вот есть у меня вот такой вот друг. Это моя рабочая страничка, где я практически скинувала мои фотографии. Но если они есть, то они вот примерно вот такой тематики. Это вот фото с нашего wellness клуба. Какие-то вот такие вот всякие полезные и так далее. И на эту страничку, в общем-то, я просто делаю периодически репосты именно о здоровье и с вот этой вот группы своей wellness большей частью. То есть здесь я позиционирую себя как специалист по wellness. И вот с этой странички именно я приглашаю людей в группу. Нашу группу wellness. Поэтому когда вы, может быть, вы не будете даже группу создавать никакую, а именно свою страничку начнете позиционировать по определенной проблеме или по определенному вопросу. В данном случае у меня именно группа wellness есть, да, в которой полезные советы. А в эту группу я приглашаю со своего вот этого вот аккаунта, который у меня создан специально для wellness. У вас, может быть, даже сейчас даже проще, ну вот на бизнес, наверное, проще себя позиционировать как бизнес-леди, выкладывать разные полезные посты у себя на страничке и просто приглашать людей в друзья. В wellness группе у меня родилась именно потому, что мне хотелось, у меня было много информации, я изучаю эту тему, она мне интересна. И появлялась какая-то информация, которую нужно было где-то выкладывать. В группе все-таки информацию удобнее видеть, собирать, систематизировать, да, в группу можно пригласить людей. То есть именно wellness тема я решила, как группу создать. Бизнес-аккаунты я предпочитаю вести, вот именно создаешь бизнес-аккаунт, наполняешь его информацией на тему бизнеса. То есть это какие-то умные мысли, я показывала, опять же, да, как их находить в предыдущем видео. Это какие-то полезные советы по развитию там и так далее, да, то есть все, что связано с бизнесом. И вот на тему целевой аудитории. Если вы выбрали wellness тему, то у вас на вашей страничке все по wellness теме. И вы, потом уже приглашая людей, они будут видеть, что вы позиционируете себя как wellness. и, соответственно, если им это интересно, то они будут к вам добавляться. Ну, согласитесь, если вы видите на улице бомжа или бизнесмена, ассоциации какие-то срабатывают, да. Я взяла специально такие вот разбросы. И вот здесь ваша страничка, она должна показывать именно, что вы позиционируете, чем вы увлекаетесь, что вы несете. Если вы берете тему бизнес, и вы людей развиваете, даете им работу, бизнес, возможности, значит, вы наполняетесь ее именно вот на тему бизнеса. Поэтому определяйтесь с тем, какая у вас целевая аудитория, с какими людьми вы будете работать. Продумайте, что интересно этим людям, какие у них проблемы, как они их хотят решать. Конечно же, ни в коем случае не надо на своей страничке писать. Вот, приходи в Арифлейм, и твои проблемы мы сшим. Если у человека есть интерес саморазвития, реализация, личностный рост, то вы можете только привлечь этого человека к какой-то полезной информации со своей странички. И потом, когда он уже добавится к вам, друзья, начать с ним общаться, что-то спрашивать, коммуницировать, и по ходу дела уже выявить его потребности, какие-то общие пункты соприкосновения, да, то есть найти общий интерес, скажем так, постепенно пообщавшись уже потом делать предложение, когда вы знаете, что нужно этому человеку предложить. Вот. Ну, собственно, на этом все. В следующем видео расскажу, как приглашать людей в друзья. Продолжение следует...